Более 4,5 миллиарда долларов такую сумму планирует вложить в заграницу Григорий Марченко. Речь идет о пенсионных накоплениях казахстанцев, которыми теперь будет управлять Национальный банк. Его глава поделился планами увеличить долю инвестиций в иностранные ценные бумаги вдвое. Инициатива Марченко встретила неоднозначную реакцию внутри экспертного сообщества. Кроме вывода денег из национальной экономики, который как раз нуждается в этих средствах, эксперты говорят о рисках. Если инфляция у нас составляет где-то 5-6-7%, а там доходность 1%, государство разницу будет восстановить. Если будут найдены активы с более высокой доходностью, то они уже ненадежные, они действительно рисковые. Пока эксперты обсуждают инвестиционные планы Нацбанка, казахстанцы демонстрируют свою низкую осведомленность не только о последних действиях властей в отношении их пенсионных накоплений. Люди вообще плохо представляют, где хранятся пенсионные деньги. Тем более, что с ними происходит. Инвестиционные фунты, это Нацбанк является, да? Вот, там хранятся, наверное? Нет, не знаю. Я знаю, что мои деньги там находятся, а где они хранятся, не знаю. Нет. А где захранятся? Скажите. Откуда я знаю? Два шесть штук дали, пенсию и все. Ну, есть знаменитый снимок, где Назарбаев сидит на золоте. Вот там все хранятся. Знаю, где они хранятся. Все в замках. Знать больше о своих кровных не только нужно, но и не сложно, говорит Айдар Альбаев, глава Ассоциации пенсионных фондов. На сайте агентства финансового надзора, afn.kz, там тоже есть, кого интересует, что представляет из себя портфель пенсионных фондов. Примерно половина лежит в государственных ценных бумагах. 10-15% на депозитах в банках. Процентов 25 лежит в акциях. Процентов 5-7 лежит в зарубежных ценных бумагах. Единый накопительный пенсионный фонд, который объединит счета всех вкладчиков, а это 8,5 миллионов казахстанцев или 23 миллиарда долларов, создается в их интересах, говорят в правительстве. Нацбанк обещает выгодно, то есть прибылью инвестирует эти деньги. По большому счету казахстанцам не важно, куда будут вложены эти деньги. И тем более, меньше всего им интересны эффектные заявления противников или сторонников пенсионной реформы. Их интересует эффективность и гарантия, что в назначенный срок государство обеспечит адекватную пенсию. Продолжение следует...